В погоне за быстрой славой и новыми подписчиками в социальных сетях они забывают о собственной безопасности. Приезжают уж молодые ребята, чтобы посидеть, послушать в компании друзей музыку на своих автомобилях, показать свои автомобили друзьям, как доработали. Техника российского автопрома с внушительным пробегом, но качественным звуком. Автомобили тонированные, посаженные и приподнятые. Это парковка на проспекте Мера. Место протяжения многих автолюбителей набережных Челнов здесь редко дрифтуют. В основном собираются поклонники автозвука и скорости именно отсюда, начиная свои поездки. 3000 просмотров, вызов в отдел МВД и штраф за непристегнутые ремни безопасности и ненадлежащую перебозку пассажиров. Увидели данные видеоролики в интернете и решили снять с друзьями и добавить что-то от себя. Владелец аккаунта Сиёбуш Хисариев идеей поездки автопоездом по парковке вдохновился у автолюбителей из Пермского края. Для себя снимали, для своих уж там, чтобы что-нибудь креативное такое снять. Позвонили, позвали в ГАИ. Я выложил видео и водителей позвали, штраф выписали. Советую лучше такие видео не снимать. За это потом надо будет отвечать. Для татарстанского ГИБДД поиск нарушителей по просторам интернета стал одним из инструментов воздействия. Они были привлечены к административной ответственности за управление транспортными средствами, будучи непристегнутыми ремнями безопасности и за нарушение правил перевозки пассажиров. Федерации автолюбителей России предлагают наказывать нарушителей более высокими штрафами и привлекать к ответственности по другой статье административного кодекса опасное и агрессивное вождение. В сегодняшний момент, по нашему законодательству, им практически ничего не грозит. Если не будет жесткой реакции на самом деле со стороны руководства страны, то есть это может все дойти до безумия. Причем до безумия, когда могут происходить даже жертвы. Если в одних роликах участники передвигаются на крыше и между автомобилями, то у других авторов человек упирается ногами в бампер, лежа на снегу, его толкает автомобиль. Победа! Любители нестандартного вождения свою вину хоть и признают, но юристы и сотрудники МВД солидарны в своих вопросах. На что еще готовы участники дорожного движения ради популярности в интернете. Стратегно! Стратегно!